Так, ребят, ловим ракету в ведро. Всем привет, ребятки, с вами Флэш. И после последнего видео меня, как и многих других, начал мучить вопрос, а какими же свойствами обладает пуля, которая находится на максимальной высоте своей траектории и при этом обладает минимальной скоростью, то есть вот здесь на изгибе. Поэтому я пригласил напарника, который начал стрелять снизу, замерил четко высоту, на котором пуля, собственно, она достигает своей максимальной высоты и разворачивается. И подумал, а почему бы мне ее попробовать не поймать или что-нибудь с ней сделать. Но, к сожалению, вы видите, да, какая высота, где изгиб. То есть вот здесь я находиться должен быть, по идее. Запомнили, всегда на этой высоте происходит один и тот же изгиб. Это стрелял я, потому что только для меня виден трек. Но когда начинает стрелять мой напарник, который находится снизу, то есть для него он тоже делал замеры, тоже включал для себя трек. У него, его же выстрел, как раз изгиб происходит, где и мой. Но для меня, видите, сторонного наблюдателя, почему-то пуля не достигает своей максимальной высоты и не начинает разворачиваться. А трассер просто визуальный эффект продолжает лететь вверх, хотя на самом деле она разворачивается где-то в этой области и начинает падать вниз. То есть игра не настолько проработана, чтобы прям в виде трассера вот здесь произошел изгиб, я бы смог бы как-то ее поймать, эту пулю. Вот, поэтому с пулями, к сожалению, вариант не прокатил. Хотя я очень надеялся попробовать что-нибудь с ней здесь сделать с минимальной, так сказать, скоростью. А трассеры, видите, как будто бы летят, продолжают лететь вверх, но на самом деле пуля разворачивается где-то вот в этой области. Но, ребятки, нам на выручку пришла старая добрая ракетница, потому что ее ракеты как раз-таки могут достигать максимальной высоты, разворачиваться и начинать уже даже немножко падать вниз. Потом, конечно, у них уже таймер внутренний срабатывает, и она просто сама по себе взрывается. И вот тут-то у нас уже появляется небольшое поле для творчества, для исследований, так сказать. Что же можно сделать с этой ракетой, которая находится в самой верхней точке и при этом практически обладает нулевой скоростью? Для начала, конечно же, я попытаюсь ее расстрелять. Сейчас посмотрим, получится, что с ней произойдет. Взорвется она, не взорвется. Как мы видим, что попадание есть. От нее отлетает даже какой-то дымок, какая-то пыль. Видно, да? Даже рикошет я сейчас услышал. Я реально одним ухом услышал рикошет. Но взрывается она четко по таймингу и не от моих выстрелов. То есть, явно это не я провоцирую ее на взрыв. То есть, все-таки она материальный объект, в который можно чем-то попасть, но, к сожалению, сбить ее пока что нельзя. Потому что было бы очень эпично, когда вас рейдят, а вы каким-то образом, чудом, смогли бы попасть по этой ракетнице, и она взорвалась бы в воздухе, не долетев до вас. Далее я попытался ее словить своим телом. Я в год моде нахожусь, сейчас в верхней мертвой точке. Я просто на нее налечу. Вот. Оп. Пролетел сквозь нее, не получилось. Сейчас еще раз. Очередная порция летит. Непонятно, то ли я от меня, она сейчас взорвалась, то ли это я спровоцировал ее на взрыв. Еще раз попробую. Да, вот сейчас четко от меня. То есть, когда я на нее напарываюсь, грубо говоря, когда она имеет практически нулевую скорость, она взрывается. Но попасть в нее достаточно сложно, даже в режиме админа в полете. Вот она остановилась, но я сквозь нее, у нее такое ощущение, что нужно на самый носик попадать. То есть, ее тело как бы не реагирует на прикосновения. Вот, да, самый носик. То есть, когда она на меня развернулась, и она из-за этого и взрывается. Вот, самый носик, все правильно. Так, далее я решил ее расстрелять с лука. Раз у нас пуля в нее попадает, останутся ли стрелы в этой ракете? И, как вы видите... Так, не понял. Очередная летит. Попада... Во! Была-была, вы видели? Втыкнулась все-таки в нее. Вошла стрела, и она полетела дальше уже со стрелой. О! Жесть! Я просто проткнул насквозь ракету стрелой. При этом она не взорвалась от попадания стрелы, но при этом продолжила путь просто вот... Жесть! Ну, и ролик, собственно, начинался с того, что я пытался поймать ракету в ведро. Это, конечно же, шутка была. Никак ее не поймаешь в ведро. Если даже ведро наполнить водой, она не потухнет как-то, ракета не взорвёт. Не получится ее обезвредить, она просто взорвется об нас. Это просто для начала ролика я такую шутку придумал, чтобы типа в ведро... Ну, забавно, да? Если бы реально можно было ее в верхней точке просто поймать в ведро и зарядить потом свою базуку какую-нибудь, ракетницу. Ну, да, не ловится, к сожалению. Также я пытался, ребят, прикрепить на нее сишку. К сожалению, это достаточно сложно сделать, но сейчас я один раз попробую. Пытаться долго не буду. Просто скажу, что получается. А, ну вы видели, да, у меня даже с первого раза получилось. Дело в том, что ракетница каждый раз на разной высоте взрывается, у нее нет постоянно вот этой изгиба, поэтому постоянно приходится постраиваться. Сишка, как видите, не прикрепилась, она просто от нее отскочила и упала куда-то вниз. Также можно попробовать кинуть в нее копье. Еще разочек. Ну, как-то просто ее... Был эффект, как будто от копья взорвалась, но нет. Давайте попробуем. У меня просто за кадром получилось. Копье действительно как лук. Блин, тайминг ловлю такой, что... Или я попадаю в головку. Может, я попадаю в самый носик с копья, и она поэтому взрывается? Не, это тайминг такой. Это вряд ли так получается. Что-то я уже сам не уверен. Ну, как вы видите, сложно достаточно попасть. Но у меня один раз получилось попасть, и она полетела просто с копьем дальше вниз. Реально так и было. Во! Видите? Копье воткнулось, и ракета продолжила свой путь. Кстати, чтобы избежать всех вопросов, я специально расстреливаю, опять же, головку ракетки, чтобы вы потом не написали, блин, надо было в головку пострелять. Тогда, может быть, она взорвалась. Но нет. Я реально стреляю. Уже до этого за кадром много расстреливал. Не взрывается. Ну, и под конец я решил попробовать налепить на нее какую-нибудь табличку. Анимация как бы налепливания есть. Видите, табличка даже меняет свое местоположение. Но, к сожалению, синенький мне подсвечивается. Так бы было бы забавно, если ракета еще продолжила полет с какой-нибудь табличкой. Вот, видите? То есть, жесть. Ну, и под конец, ребята, нужно попробовать ее на зубок, так сказать. Попробовать по ней постучать и послушать, из чего же она сделана. Я, если честно, уже услышал звук. Это был действительно металлический звук. Вот. Так, еще раз. Для верности, так сказать. То есть, действительно, подтверждаем, что ракета сделана из металла. Вот. Даже искры какие-то. Даже какие-то искры еще. Но при этом она не взрывается. В принципе, основное, что хотел, я с ней попробовал. Последняя ракетка. Каждый раз разная высота. Да, но я успел еще разочек по ней ударить. В принципе, с ракетой все. Пока что, то, что в голову пришло, я проверил. Надеюсь, было вам интересно. Под конец еще забавный эффект мы обнаружили. Когда набираешь воду и выливаешь ее сверху, то она не пропадает. Просто вот, ну, когда мы выливаем ее снизу, все знают вот этот эффект. Но никто же не пробовал это делать с большой высоты. Когда ты, собственно, смотришь на это, то смотрите, что получается. Я выливаю. И вода продолжила свой путь. Она упала действительно ему на голову в виде такого небольшого местного дождя. И теперь мы сейчас проверим, как это будет смотреться наоборот на месте моего напарника. И сейчас посмотрим, что же будет, если вдруг вы идете такой по серверу, и вам админ вылет на голову ведерко воды. Вот она летит и реально просто плюхается здесь. То есть, жесть. Убить, конечно, водой нельзя, но эффект местного дождя получается достаточно неплохой. И забавный. То есть, даже вода не пропадает. Она реально летит до самого низа, и потом в виде дождя на меня падает. Но при этом у меня нет эффекта, то что я промок. Когда же в воду я, то, видите, вэт мокрый становлюсь. Когда она меня сверху поливает, ничего не происходит. Ну, такое забавное просто. Вы видели? Я случайно пролил ведро, пока ловил ракету, я хотел поймать в полное ведро, чтобы ее, типа, сразу потушить. Вот. И случайно его вылил. И смотрю, нифига себе, как вода полетела вниз. А Макс, напарник, говорит, типа, на меня ушат воды сверху вылился. И реально забавно выглядит. На этом пока все, ребятки. Еще есть парочка идей, которые как раз-таки получилось, появилась возможность реализовать, так как напарник позволяет. Но об этом уже чуть позже. Обязательно пишите свои комментарии, что бы вы могли бы еще посоветовать, что бы сделать. Потому что я-то тоже на выдумке гораст, но иногда подписчики тоже очень интересные идеи всякие рекомендуют. Поэтому обязательно пишите комменты, что вы по этому поводу думаете и что, возможно, еще бы хотели увидеть. С вами был я, Макс. И как всегда, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok